Кыргызстан празднует свой 32-й день рождения в качестве независимой, суверенной, демократической страны. В честь этого знаменательного дня в южной столице Ож организованы мероприятия на республиканском уровне. Основная часть прошла в парке Алмбек-Датхал у флагштока Сулайманто. Главное торжество началось с поднятия флага, высота которого составляет 57 метров, на флагшток историко-мемориального флагштока Сулайманто. Ради этих моментов возведения знамени свободы наши предки отдавали своей жизни, поэтому, как подчеркнул президент Садыр Джапаров, каждый кыргызстанец, называющий себя патриотом, должен считать своим священным долгом сохранение независимости государства и целостность народа. Да будет светлым будущее нашего народа. Пусть наше единство крепнет и приведет нас к процветанию. Уважаемые братья и сестры, мы, кыргызстанцы, всегда гордимся нашей южной столицей. Город Ош известен не только из легенд о царе Цоломоне и Александре Македонском, но и еще о нем упоминается в персидских и арабских источниках. В них содержатся важные исторические данные о культуре, социально-экономической жизни, военном положении и других событиях того времени. Даст Бог, город Ош скоро снова станет одним из важных центров Великого Шелкового Пути и продолжит свою историческую миссию. Как вам известно, проект «Железные дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан», подписанный главами трех государств, откроет большие перспективы. В своей поздравительной речи президент Садыр Джапаров подчеркнул важность героизма наших предков, которые проливали кровь и сражались за независимость народа. Вместе с тем глава государства сообщил о присвоении высокого звания Героя Кыргызской Республики, удающимся государственным и политическим деятелям Насердену Исанову и Абдесу Юркулову. Садыр Джапаров особо отметил, что у каждого поколения есть своя миссия и задача, которую необходимо выполнить. В этом направлении нынешнее общество должно серьезно задуматься о создании следующей истории развивающегося Кыргызстана. В качестве примера президент рассказал о масштабных работах в стране на пути к светлому будущему. Безопасность страны превыше всего. В эпоху глобализации мы увеличили нашу военную мощь и приняли военную доктрину, направленную на обеспечение военной безопасности государства. Как уже говорилось выше строительства железной дороги, Китай, Кыргызстан, Узбекистан откроют нашей стране путь к расширению своего присутствия по всему миру. Кстати, начались реформы в дорожной отрасли, которая стала основой экономики государства. Решено закупить почти 700 дорожно-строительных машин, 265 единиц из которых приобретены и сейчас активно работает на местах. Вместе с дорогой была усилена и сеть гражданской обороны, а МЧС получили вертолет и спасательную технику. В то время, когда все зависят от электроэнергии, в нашей стране идет реконструкция крупных гидроэлектростанций и строительство десятков малых ГЭС, солнечных и ветровых электростанций. Независимость является главным богатством любого государства. Разные народы по-разному шли к суверенитету через войны, революции, национально-освободительные движения. Для Кыргызстана 1991 год стал началом стремления к самоопределению и суверенитету. И сегодня наш Кыргызстан отмечает очередную годовщину Дня независимости. На главном торжестве сегодня участвуют представители легендарного парламента и руководство страны 90-х годов, которые стояли у истока формирования независимого Кыргызстана. Путь к независимости кыргызского народа был долгой и тяжелой борьбой. Через столетия взлетов и падений сильному народу удалось принять декларацию о государственной независимости Республики Кыргызстан. За 30-ти вековую историю кыргызы строили и Великий Каганат, и Великую Державу. Были и тяжелые времена, когда наш народ оставался ни с чем. Только за последние 200 лет кыргызский народ вынужденно бежал из своих родных земель, чтобы выжить. И только после Октябрьской революции мы стали Автономной Республикой, которая после была преобразована в Социалистическую Республику. В 1924 году наши предки боролись за государственность. Благодаря им через год было официально оформлено образование Кыргызской Автономной Советской Социалистической Республики. Таким образом, без усилий наших предков, интеллигенции того времени наш народ пропал бы. И, наконец, независимость дала нашему молодому государству новые шансы и направления для становления государственности и развития практически во всех сферах жизнедеятельности нашей страны. Мы можем гордиться тем, что у нас мир, согласие и тот ожидаемый рост экономики, культуры, образования, всего того, что мы считаем ростом самого Кыргызстана. Кыргызстан на правильном, хорошем пути, темпы роста по всем направлениям замечательные. А это труд нашего населения, это труд и правильные пути развития, ну и, естественно, руководством. Так что достижения очень большие, ожидаемые, ну, ещё больше будет. После приобретения независимости в стране начала активно развиваться сфера образования. В стране заметно увеличилось количество школ, университетов и колледжей. Молодёжь со всех регионов страны начала поступать в университеты и получать образование. Общество заметно изменилось. Я очень горжусь, что живу в суверенном Кыргызстане. Став независимой страной, наш легендарный парламент принял государственные атрибуты – герб, флаг, гимн и валюту. Мы стали самостоятельным и демократическим государством. Вот с тех пор прошло 32 года. Мы очень рады и горды, что приняли участие в таких государственно важных процессах. С приобретением независимости мы стали свободными и в вероисповедовании. Во время Союза по стране было всего 37 мечетей. А сейчас по республике числятся свыше 3000 мечетей – 200 намасхана и 100 медресе. У нас повысилось религиозное образование. Наши граждане участвуют на крупных международных конкурсах по Корану и занимают призовые места. Язык и все остальные атрибутики любого государства – они тождественные, тем более с днем независимости. Поэтому значение языка, языковой политики в целом – это выдвигается на первый план, потому что это отождествляется именно с независимостью, со свободой слова, со свободой вероисповедания всех тех атрибутов, которые свойственны для родового человека. Поэтому оно имеет очень большое и решающее значение для любого государства. Независимость дала Кыргызстану свободу в международных отношениях. Сейчас страна сотрудничает со 167 государствами мира. Нашу республику признают в более чем 40 крупных международных организациях. В то время как некоторые народы не имеют собственных территорий и страны, Кыргызстан продолжает укреплять свои позиции на международной арене. И самое главное, мы являемся членами Организации Объединенных Наций, где мы имеем голос и имеем свой авторитет, и мы можем в этой организации сказать, что мы как государство состоялись. И самое главное, что за 30 лет Кыргызстан признает очень многие страны. У нас очень большие связи. Многими странами у нас уровень стратегического партнерства. И мы сейчас развиваем наши отношения со всеми странами. У нас многовекторная политика, где мы имеем поддерживаемые отношения и нашими близкими соседями, и нашими дальними соседями. В главном национальном празднике нашей республики приняли участие послы других стран и представители международных организаций. Мы с Кыргызстанской республикой давние союзники и стратегические партнеры. Поэтому в этот день я, кстати, пользуюсь возможностью поздравляю всех с этим праздником большим. И мы, естественно, настроены на дальнейшее развитие и углубление наших всесторонних связей. Так что с убеждением наше общее счастливое будущее в рамках Евразийского экономического сообщества, союза и на двусторонней основе будем развивать, крепить наши связи. Турция – одна из первых стран, которая признала независимость Кыргызской республики. Между нашими странами активно развивается сотрудничество в политической, экономической и социальной сферах. Также в последние годы укрепляется взаимоотношение в сфере здравоохранения. В честь этого важного для стороны дня основные мероприятия прошли в городе Ож. А проходят они здесь для того, чтобы повысить сплоченность и укрепить народное единство во всех регионах страны. По словам главы государства, их проведение должно стать доброй традицией празднования нашей независимости. Теперь национальный праздник будет проводиться каждый год в разных областях страны.